приветствую вас мои дорогие друзья я сейчас нахожусь в городе херсон по пути домой в днепропетровск родной я развиваю здесь свой бизнес у меня есть небольшая команда в этом городе и я хотел бы поделиться с вами такой мыслью может вы слышали что-то о таком понятии как эмоциональная тона эмоциональная тона это состояние человека эмоциональное в котором он сейчас находится например вчера я ехал всю дорогу я слушал диски я слушал успешных людей я был настолько замотивирован что у меня мои зрачки просто расширили расширились вот так кроме того есть еще еще большая вещь которая меня мотивирует это мы сейчас в преддверии большого weekend семинара трехдневного на котором будет очень много успешных людей это будут люди которые добились большого успеха в млм бизнесе и понятно что я заинтересован отвезти туда максимальное количество людей поэтому я приехал сюда с таким воодушевлением и я начал общаться с людьми людьми на что я заметил оказывается люди очень на низком эмоциональном тоне находятся они работают на работе которая им уже не приносит удовлетворения они зарабатывают те деньги которые им не которых им недостаточно они негативе в полном они не знают что делать они они просто вот знаете вот разбиты все жизнь закончилась и я заметил такую вещь что мы просто не понимали друг друга и я рассказываю каком-то бизнесе для них непонятном я воодушевлен я вот просто с вот такими глазами приехал за 500 километров рассказать им привести какую-то идею которую они не понимают самое главное что они не видят себя на моем месте потому что они думают что я никогда не буду таким фанатиком почему он так радуется неужели это тот бизнес который я искал и понятно же что нужно как-то с этим бороться что сделал я и что я рекомендую вам делать я думаю у вас у каждого были подобные ситуации не правда ли когда люди говорят о нас что мы фанатики когда люди говорят что у нас секта когда говорят что мы одержимы но подумайте сами чтобы добиться чего-то в жизни например спорте мне часто вот бывают ассоциации нашего бизнеса со спортом чтобы добиться чего-то в спорте нужно быть фанатиком правильно многие люди не понимают я стал чемпионом украины по флэрингу флэринг это искусство жонглирования бутылками и барным инвентарем я профессиональный бармен и это какой-то степени кормило меня и мою семью вы знаете обычному человеку сказать что я в свое время шесть-семь часов в день занимался флэрингом то есть кидал бутылки сидел в закрытом зале без кондиционера и тратил свое время драгоценное до молодое когда я мог пойти гулять тратил время на это при этом у меня травм были травмы у меня были порезы мне не один раз зашивали руки и не только и и нормальный человек он просто это не понимает вот но у меня была своя мотивация я хотел признание я хотел выигрывать соревнованиях я хотел что-то доказать прежде всего себе то же самое в нашем бизнесе происходит многие люди просто не понимают нас что нужно делать скажете вы правда а нужно сделать очень простые вещи прежде всего нужно опуститься в эмоциональном свой эмоциональный тон нужно опустить на несколько ступеней для этого нам нужно просто меньше эмоций может быть сузить немножко свои зрачки может не нужно так выразительно говорить с людьми нужно просто стать ближе к ним и нужно второе что сделать это поднять их эмоциональный тон нужно показать им что такие люди как они этот бизнес делают что у них это получится что все в их руках что нужно подымать свою пятую точку и нужно что-то делать в этой жизни не нужно сидеть и работать на на дядю и отдавать ответственность за свою жизнь за свое финансовое состояние на кого-то потому что если ты работаешь по найму конечно же ты надеешься что твоего хозяина будет идти отличные дела и он заработает какую-то прибыль которая обязательно поделится с тобой но когда ты начинаешь предпринимательство том числе и млм бизнес конечно же ты берешь ответственность на себя и все зависит от тебя и многие люди просто не берут эту планку я хочу вам посоветовать прочитать книгу рона хаббарда она называется эмоциональные тона вы многое узнаете для себя вы сможете это применять в своем млм бизнесе вы сможете это применять в своей повседневной жизни и в семье это очень интересная книга и я надеюсь вам очень сильно поможет на сегодня у меня все с вами был сергей мартынец и вас приветствую до встречи на семинаре это очень интересная книга и я надеюсь вам очень интересно